Все, что мы делаем в определенное время. Сегодня у нас, в принципе, насыщенное такое, я думаю, будет собрание, служение, общение. Во-первых, у нас сегодня вечеря Господня, где мы будем вспоминать, что сделал ли нас Христос. Это событие, кем мы спасены и кому слава. Еще наложился сюда праздник, вы знаете, я думаю, многие отцы уже получили поздравления. Я лично получил от своих детей, с Днем Папы. Приятно, что иногда нас тоже поздравляют, замечают. Поэтому сегодня у нас будет и воскресная школа, тоже подготовила определенную программу. Детки будут рассказывать стишки, петь, я не знаю, что они там будут делать. Поэтому вот то, что у нас, все, что у нас будет сегодня. Давайте мы, вставшие, просто попросим Бог, чтобы благословил это время. Бог, мы идем к Тебе и мы с благодарностью, во-первых, нашему Отцу Небесному, который любит нас, который отдал себя заради нас, отдал себя лично, прожил святую жизнь, что мы не можем сделать. Ты это сделал для нас, и сегодня верно мы можем прибегнуть к этому спасению, к этой вечной жизни. Сегодня это мы будем вспоминать и участвовать в вечере Твоей, Господь. Благослови также ту программу, которую будет делать воскресная школа, чтобы действительно мы могли и принять поздравления от деток наших, которые уже у нас есть, у кого они есть. И также в свою очередь вспомнить о своих отцах. Может, кого-то уже и нет из отцов, тех людей, которые здесь присутствуют, чтобы они могли их вспомнить. И нам, кто живет сейчас еще, мы могли также вспомнить о своих отцах. И просто Тебя поблагодарить за это. Благослови весь ход этого собрания, благослови пение, благослови особенно Слово Твое, кто будет делиться Словом, чтобы это было Тобой благословенно, чтобы Ты наполнял Духом Святым этих людей, которые будут делиться Словом. Благослови Тима Кириенко, Благослови Сережу, нашего пасторя, чтобы Ты использовал этих людей сегодня для того, чтобы мы могли услышать Слово Твое. Призывай имя Твое наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте таки стоя споем несколько гимнов. Один будет на русском. Какой сегодня день чудесный. И второй на английском Nothing but the blood of Jesus. После этого Тимофей, я не знаю, как Тебя Дух поведет, призовешь нас к молитве или просто поделится Словом. Пусть Тебя благословит. После Тебя Гимна. Какой сегодня день чудесный, С друзьями встретились мы вновь. Давайте в этот час все вместе прославим Божию любовь. Слава Христу за дивную встречу. Увидели снова лица друг друга, Бог нам даровал. Какой сегодня день прекрасный, как раньше снова вместе мы. И пусть сегодня солнце ясно сияет после краткой тьмы. Слава Христу за дивную встречу. Увидели снова лица друг друга, Бог нам даровал. Какой сегодня день счастливый, О нем мечтали мы давно. И даже если он дождит, Зачем ведь это все равно. Слава Христу за дивную встречу. Увидели снова лица друг друга, Бог нам даровал. Слава Христу за дивную встречу. Увидели снова лица друг друга, Бог нам даровал. Слава Христу за дивную встречу. 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 Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу за дивную встречу. Слава Христу за дивную встречу. Слава Христу за дивную встречу. Продолжение следует... What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you who were once slaves to sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. And having been set free from sin, you have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, you now...so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now you have been set free from sin and have become slaves of God. The fruit you get leads to sanctification and its eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And this is a long chapter, and it has a lot in it to say in regards to our identity. And it speaks of our identity both before what Jesus, what God did for us, and after. It says numerous times that before God, before Jesus, in our personal lives, we were dead in our transgressions. We were sinning, and the end of sin is death. And after Jesus, in this picture, we have purpose in our lives. Our actions and our entire being is meant to be for God. And in verses 17, it uses the image of slaves. But thanks be to God, you who were once slaves, still have become obedient from the heart to the standard of teaching you were once committed to. And this is an important image emphasized in Galatians as well. Galatians 4, verse 9. See, it uses this image both of slavery when it's talking about sin and talking about God. And in either case, we are slaves. We as humans are slaves, whether we serve God or whether we serve unrighteousness and Satan. So what is important to look at is the end product of our existence as slaves. If we serve God, we have eternal life with him. If we serve darkness, we have a grand time here on earth. But in the end, all that is meaningless because we have debt. And Paul talks about this quite a bit in all of his letters. I'll bring one more example. Ephesians 4, verse 17 to 22. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardness of their heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned from Christ, assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. And to be renewed in the spirit of your minds and to put on the new self, created after the likeness of God, in the true, righteous, and holiness. This is one more example of what we should and the way we should lead our life as Christians. To turn back to Romans, I hope the case has been made that as Christians, that is the way we should live. But there is one more danger in thinking, in leading, you know, a modern Christian life where, well, Christ has forgiven my sins, and he's going to forgive the sins that I will yet to commit. So what's the point of living a righteous life, you know? What is the point? If he forgives the sins that I commit, then I can just commit as many sins and he'll just forgive that. And there is a very, very dangerous, that is a very dangerous way of thinking. So, to read from verse 15. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means, Paul says. To turn to Matthew to emphasize how dangerous this is. Matthew 18, chapter 18, verses 23 to 35. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him that owned him 10,000 talents. And to highlight this, in today's speaking, if you're earning $80,000, you would not have enough lifespan to pay this off. It would be several times your lifespan to pay this debt off. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment to be made. So, the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me and I'll pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him his debt. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe. So, his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me and I will pay you. He refused and went and put him into prison that he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed. And they went and reported to their master all that had taken place. Then this master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me. And should you not have had the mercy on your fellow servant as I had the mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. See, in the image of these two servants, we see that his debt did not have an impact on his understanding of the master. He had an enormous debt. And if anything, that should reflect an enormous gratitude towards the master. But he saw this as a clean slate to do as he liked. That is not what Jesus offers us. He offers us a clean slate. But with that comes the responsibility of understanding who our master is and what he has shown us. See, there is no way the servant can act this way to another fellow debt team. If he understood just what the master had done for him. He had forgiven him an immense, immeasurable debt that he had no ability to repay whatsoever. Whereas the servant that owed him only owed him, like, a couple of, yeah, so it was like one third of a year wage. So he could pay that back in a year. Whereas the first servant had no way of paying him back, even if he worked all his life for three lives. Only then would he pay it back. And so his master showed him immense kindness and forgiveness. And that is what God does for us. He has shown us immense kindness. And I want to encourage everybody here today to reflect on this. And to be reminded of the debt that we have been forgiven. And the new life which we have been called to. To live a holy and blameless life before God. Let's stand up and pray. Let's stand up and pray. God, I thank you for the forgiveness which you have shown us. I thank you for the redemption which you have given us, God. I thank you for the salvation which was a free gift through the sacrifice of your son, Jesus Christ, on the cross for our sins. God, I thank you for all this. And I pray that each and every one of us here would reflect on this and be reminded of this, God. that we would act in accordance to our faith, God, in accordance to the will of you, to what you want us to do here on this earth, God. I pray that you would be with each and every one of us. I pray that you would bless this service. And I pray this in your name. Amen. Now we're going to sing the hymn on the English language. How did the fathers love? And at this time we're going to be involved in our material sacrifices. I would ask the guys to help Daniel and Jared. Can you help me with this collection? Okay. Субтитры создавал DimaTorzok 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 эту песню. Скажу почему. Ну, во-первых, мой отец еще живой. Так, первая причина. Вторая причина, он очень плохо себя чувствует. И третья причина, вот 14 сентября ему будет уже 80 лет. Доживу ли я или он доживет до следующего дня папы, я не знаю. Я может быть, он может быть, но он очень себя плохо чувствует. Я хотел бы просто эту песню спеть. А вы просто вспомните своих отцов. Как я молился сегодня в начале, у кого-то они уже умерли, просто вспомните о них. А кто еще имеет живых своих родителей, именно отца, сегодня мы посвящаем этот, как бы акцентируем наше внимание на наших отцах, чтобы просто вспомнили своих отцов, может быть, что-то сказали им приятное в этот день. Я знаю одно, что не все отцы, я в том числе, правильно живут по этой жизни. Сто процентов. Или у вас получается? У меня не получается. Я знаю, у моего отца тоже не получалось. Но есть очень много хороших моментов, которые я могу вспомнить и сказать, я хочу поступать так, как мой отец. Итак, я хочу спеть эту песню. Спет он песен, а тебе немного, часто трудно. твой нами позабыть. У отцов нелегкая дорога, на плечах ответственность лежит. Твое сердце тоже знает раны, и на них не сосчитать рубцов. Сколько раз разбиты были планы, ты не понят был в конце концов. Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем. Вслед за нами наша память движется, как тень. за тень. Я хочу сказать спасибо, что мы выросли. Ты трудился, думая о детях, чтобы без нужды они росли. За семью всегда всегда стоял в ответе. Так и годы старости пришли. И как больно иногда бывает от насмешек злых и грубых слов. Когда дети вдруг не понимают добрую отцовскую любовь. Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем. Вслед за нами наша память движется, как тень. За твое большое сердце, за труды твои я хочу сказать спасибо, что мы выросли. Знаю, папа, все простишь, забудешь, помолчишь и глубоко вздохнешь. Потому что по-отцовски любишь, по-отцовски терпишь и несешь. Голова с годами все белее, а душа по-прежнему все так, ведь она с годами не стареет. Добрая отцовская душа, как тень. Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем. Вслед за нами наша память движется, как тень. За твое большое сердце, за труды твои мы хотим сказать спасибо, что мы выросли. Да, вот такая песня, извините, что на грани был, но от сердца пел. Давайте сейчас мы сделаем, что наша воскресная школа продолжит эту тему, поздравить наших пап, нас уже как пап с одним днем. И вот так. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Папа мой любимый, пусть везет тебя во всем, друг, незаменимый. Субтитры создавал DimaTorzok Папа, твои руки всегда со мной, Папа, для меня ты один герой. Папа, я так много хочу сказать, Хочу сказать, хочу сказать. Я скажу, что тебя люблю, И всегда я минутку жду, Чтобы вспомнить тепло руки, Что на плечи положишь ты. Я скучаю, когда нет тебя, И молюсь часто Богу я. Спасибо, Боже, тебе, Что дал мне отца на земле. Папа, твои руки всегда со мной, Папа, для меня ты один герой. Папа, я так много хочу сказать, Хочу сказать, хочу сказать. Доброте твоей нет конца, И пусть Бог с твоего лица Вытрет слезы и грусть и печаль, Пусть надежда ведет в небесную дарь. Папа, твои руки всегда со мной, Папа, для меня ты один герой. Папа, я так много хочу сказать, Но скажу, что любви моей к тебе Никому не отнять, Никому не отнять, Никому не отнять моей любви, Никому не отнять. Не знаю, как ваше сердце, но мое сердце растрогалось, естественно, моя дочь пела. Я думаю, вот эту песню, или эта вся программа, которую, я думаю, вы все вспоминали о своих отцах. Я думаю, да. Сейчас мы приходим, подходим к основной нашей части, нашего собрания. Будем участвовать в вечере Господней. Во время этого пения, которое сейчас мы будем петь, общим пением, я попрошу братьев, кто будет заниматься воспоминаниями самими, можете подготовиться. А мы будем петь. О, как блаженно, как счастлив я. А мы будем петь. О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой, Готово место для меня в стране небес святой. Славлю, Аллилуйя, 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 Аминь. С мирским богатством не сравнив тот год под золотой. Я вечно буду жив, я с ним, я жалкий, брат земной. Славлю, Аллилуйя, 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 Аминь. Славлю, Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. О, братья, сестры, радость нам дана и в мире всех. Здесь видим свет, что светит там, куда мы все придем. Славлю, Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Я прочитаю отрывок из первого послания Коринфянам, из 11 главы. Апостол Павел пишет об этой заповеди. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечер, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться во мне на осуждение. Прочь я устрою, когда приду. Как сделал наш Господь в тот вечер, когда Он дал эту заповедь своим ученикам, так поступим и мы, вставши, помолимся над хлебом, попросим Божьего благословения и совершим эту заповедь. Господь наш, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим за то, что Ты пришел в этот мир. Ты не оставил нас сиротами, одинокими без Тебя, Господь, но Ты протянул к нам руки Твои, Господь. Ты донес до нас весть о Твоей любви. Твое сердце Ты открыл нам, Сыне Твоем, Иисусе Христе. Господи, слава Тебе, что Ты умер за нас. Твоё тело было ломимо, и наши грехи, они, Господи, растерзали тело Твоё. И Ты умер за нас, и Ты воскрес, потому что смерть не могла удержать Тебя, Господи. И теперь никто и ничто не может отлучить нас от любви Твоей в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за дар любви Твоей. Благодарим Тебя за этот хлеб и просим Тебя, чтобы Ты осветил его и даровал нам принятие у воспоминания Твоё, как Ты заповедал. Поклоняемся Тебе и славим Тебя, Бога нашего Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы будем подходить. Те из вас, кто принимают участие в заповеди, вставайте, чтобы мы видели. На равных правах с членами поместной церкви участвуют члены других церквей. И если Вы в гостях у нас сегодня, да благословит Вас в этом Господь. Садитесь. Вachen. Продолжение следует... 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 Поэтому, пожалуйста, как мы ранее объявляли, сестры, братья, кто может, помогите с приготовлением сладкого стола. У нас не будет обеда большого, но чай и угощение к чаю. Во вторник в три часа прощания с телом Саши и служение здесь в церкви. Молитесь, чтобы Господь благословил это служение и чтобы утешил маму его, Веру Семеновну, его родных, его брат двоюродный Сережа, с которым они вместе росли. Он очень переживает об этой утрате. Молитесь, чтобы Господь дал утешение родным. Спасибо. Это все объявления, которые мне объяснили. Перед тем, как Сережа, опять же, выйди сюда, будет делиться словом. Давайте споем одну песню. Перед тем, как Сережа будет делиться словом. Люблю Господь твой дом. Спасибо. Люблю Господь твой дом, черном любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христов. Люблю предвечный Бог, я церковь твой алмазь. Ты, как зрачок лучи, встык глаз, ранишь ее порой. От церкви дорогой собрань души мы. Взываю сердцем и душой всегда борьба с твоей. Я рад иметь всегда большиня духа с ней. Чествую сердце твой славы. Продай крест в ее скорбей. Я свою раздену. С ней славу я твою. С ней буду петь я пред Тобой спасённой душой. Сегодня я хочу вместе с вами продолжить размышления над тем, что Господь сказал в Нагорной проповеди. Я сейчас не буду читать отрывок из Нагорной проповеди, я начну с другого. Но тема сегодня, которую я хочу снова с вами со всеми обсудить, она не новая, мы много раз к ней возвращаемся. Но она от этого не становится менее актуальной, мы не можем сказать, что мы в ней уже преуспели в этом уроке. Помните, в прошлый раз мы говорили о гордости, которая мешает нам учиться, и мы не можем узнать что-то новое, пока не победим свою гордость и своё нежелание принять урок тот или иной. Сегодня я хочу говорить о прощении. Я прочитаю отрывок, цитату человека, нашего с вами современника, он живёт сейчас, это Джош Макдауэлл, многие его, я думаю, знают. Кто, у кого есть Facebook, могли видеть, я на прошедшей неделе сделал как бы репост этой цитаты. Эта тема, она очень, я думаю, она очень пересекается с темой отца, в его жизни это было непосредственно так. Давайте прочитаем, ну послушаем, что он говорит. «Был человек, которого я ненавидел больше всех на свете. Это был мой отец. Я ненавидел его смертельно. Он был для меня просто городским алкоголиком. Если вы родились в маленьком городке, и у вас в семье есть алкоголик, вы знаете, что это такое. Про это знает весь город. В школе друзья отпускали шуточки насчёт того, что мой отец где-нибудь уже гуляет. Они не понимали, что меня это задевает. Я смеялся вместе с ними, но в душе, в душе я страдал неимоверно. Иногда я заходил в наш амбар и видел, что там на куче навоза лежит мать избитая и обессиленная. Если мы ждали гостей, я вытаскивал отца из дому, связывал его и бросал в амбаре. Его машину я уводил и оставлял где-нибудь подальше. Мы говорили друзьям, что отец уехал по делам. Мне кажется, никто на свете не может ненавидеть человека сильнее, чем я ненавидел отца. После того, как я уверовал во Христа, прошло, наверное, месяцев пять. Моя жизнь наполнилась любовью, дарованной от Бога через Иисуса Христа. Любовь эта не оставила места для ненависти. Я вдруг смог посмотреть отцу прямо в глаза и искренне сказать ему «Папа, я тебя люблю». После всего, что я выделывал прежде, это его потрясло. Когда я перевелся в частный университет, я попал в аварию. Весь перевязанный, я приехал домой. «Папа, я никогда не забуду, как тогда ко мне пришел отец». Он спросил сынок, «Неужели ты можешь любить такого отца?» А я ответил, «Пап, полгода назад я тебя презирал. Я рассказал ему про то, как пришел ко Христу. Я просто открыл свою жизнь Христу. Я еще не могу этого объяснить словами, но в результате я обрел способность любить не только тебя, но и вообще людей такими, как они есть». Через 45 минут я пережил самое большое потрясение в своей жизни. Ближайший родственник, знавший меня как свои пять пальцев, сказал мне, «Сынок, если Бог может так же изменить мою жизнь, как Он у меня на глазах изменил твою, я хочу тоже попробовать». Отец помолился и доверился Христу. Обычно человек меняется в течение нескольких лет, месяцев, иногда даже в течение года. Моя жизнь изменилась за полтора года. Отец мой изменился сразу, у меня на глазах, будто кто-то протянул руку и щелкнул выключателем. Никогда ни до, ни после не видел я такого резкого превращения. После этого Отец взял в руки бутылку с виски один единственный раз. Он поднес ее к губам и поставил обратно. Из этого я сделал единственно возможный вывод. Вера в Иисуса Христа действительно в корне меняет человека. Можно смеяться над христианством, вышучивать и высмеивать христиан, но оно обладает силой. Христос меняет человеческую жизнь. Однако христианство нельзя навязать человеку силой. Я могу только поделиться с вами тем, что я узнал сам. Дальше решение за вами. Джош Макдавелл. Я думаю, что его история, к сожалению, не столь редкая, потому что во многих семьях образ отца очень искажен, очень исковеркан. Я думаю, что дьявол прицельно берет мишенью своей отцов. Почему? Потому что мы видим в Писании, Бог называет себя отцом. Он говорит каждому из нас, «Я твой отец». И когда звучит это слово «отец», у людей, вот как у Джошуа Макдавелла, наверное, если бы он услышал об Отце Небесном до того, как он узнал Христа, возможно, была бы реакция такая же. Ну, я знаю, какой вообще отец, да? И спасибо себе. Ну, если он такой же, то я не хочу знать этого отца. И это цель, которую враг наших душ достигает, коверкая образ отца внутри нас, в нашей жизни. Когда мы не можем, мы отцы земные, не можем быть такими, как Небесный Отец, дети, глядя на нас, очень трудно им представить, какой этот Небесный Отец. Очень трудно им понять, какова его любовь. Поэтому, конечно же, отцы находятся под постоянным натиском врага и верующие, неверующие. И этот натиск весь направлен на то, чтобы их жизнь была совершенно не такой, как жизнь Отца Небесного. И их сердце было не таким, как сердце Отца Небесного. Как мы можем преодолеть и победить в этом натиске? Я хочу говорить сегодня о прощении. И, конечно же, хочу прочитать один из прекраснейших отрывков относительно этой темы из Евангелия от Луки, из 15 главы. Мы уже слышали сегодня отрывок из Матфея. И в Нагорной проповеди, в 6 главе, тоже Господь, Сам Господь Иисус Христос сказал это. И это иначе нельзя понять, как Он сказал. Он сказал, если каждый из вас от сердца не простит брату своему согрешение его, Отец ваш Небесный не простит вас. Там нету двузначности какой-то. Это сказано однозначно. И это условия, где, помните, Господь вот в Нагорной проповеди, Он дал молитву Отче наш. И там в молитве Отче наш есть слова прости нам, грехи и долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И в конце Господь сказал, если кто из вас не простит, Отец ваш Небесный не простит. И кажется, как же, ведь мы слышим о Боге все прощающем, о Боге любящем, безусловно. То есть с этим Богом можно сделать что угодно. Он должен простить, Он иначе не может. Но нет, это не так. Господь сказал, если каждый из вас не простит от сердца своего, от сердца, брату своему согрешение его, Отец ваш Небесный не простит вас. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 15 главу, с 11 стиха и до конца главы. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чреву свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал, рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, встанем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В этой истории довольно много действующих лиц. Как бы две основные фигуры и еще одна. Два брата и отец. И вот один из братьев младший поступил, как мы прочитали в этой истории, он поступил очень плохо. Возможно, вы слышали уже это, но я позволю напомнить, что вообще в традициях оно и по сей день так остается. наследник получает наследство после смерти завещателя. Здесь отец еще жив, наследник приходит и говорит, «Дай мне мою часть имени». То есть фактически в этом поступке вообще нежелание не иметь ничего общего с отцом. В этом поступке выражается так, что отец, ты для меня умер, тебя для меня не существует вообще. Поэтому мне просто нужно наследство получить, не будь препятствием на этом пути, отдай. Отец отдал. мы не видим здесь описаний чувств отца, но мы, будучи живыми людьми, можем себе представить все эти переживания. И это боль, через которую прошел наш Небесный Отец и проходит с каждым из нас, абсолютно с каждым из нас. мы берем у Него все, мы берем у Него эту жизнь, которую Он нам дал, и тратим ее, как нам это нравится, не задумываясь о том, что думает об этом Отец Небесный и как относится к этому Он. И этот Сын также Он взял свое, как Ему казалось, и пошел, потратил, как Он хотел. Вот эти две основные фигуры, этот Сын согрешивший и Отец, против которого Он согрешил. И, конечно же, в личности Отца мы видим личность Бога нашего. Прощение, оно происходит вот в таких ситуациях. И со стороны Небесного Отца, со стороны Бога нашего, что сделано для нашего прощения? Мы знаем, мы сегодня напомнили себе и всем о том, что сделал Отец Небесный. Он отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа за каждого из нас, абсолютно без исключения. За каждого человека, живущего на земле, умер Сын Божий Иисус Христос. Это Сам Бог пришел и во плоти принял наказание, которого Он совершенно не был достоин. Мы видим, что со стороны Отца сделано все для того, чтобы простить согрешившего, простить грешника. И кажется, ну как с этим согласовать слова Христа, что Отец не простит, если вы не простите. Как это можно совместить? Ведь Он уже фактически простил. давайте обратим внимание на эту историю, которую мы прочитали. Мы видим у этого Сына убежавшего и дальше когда Он, я буду так, ну не в хронологическом порядке в этой истории, для того, чтобы донести эту мысль, когда мы видим, что Он возвращается уже и Отец видит Его издалека, Он бежит к Нему навстречу. О чем это говорит? Это говорит о том, что сердце Отца, оно не просто было готово простить, оно уже простило. Если бы Он, увидев эту фигуру Сына вдалеке, еще не был готов простить, ну как минимум Он бы колебался, а не бежал навстречу. Возможно, Он бы занял какую-то такую гордую позу, знаете, так вот, и так, как мы иногда делаем, да? Ну, посмотрим, что ты скажешь. Вернуться к такому Отцу было бы непросто вот этому Сыну, а может быть даже и невозможно. Если бы Отец Небесный поступал с нами так же, как мы часто поступаем, к сожалению. К великой скорби нашего Небесного Отца мы поступаем не так, как Он поступил по отношению к нам. Мы ждем, пока у нас кто-то начнет просить, а потом выпрашивать прощение, а потом умолять о прощении. И потом, вот, когда что-то как-то нас устроит в этом процессе, мы таки снизойдем, чтобы простить. Заметьте, это не так с этим Отцом в этой истории, это не так с Небесным Отцом. Небесный Отец для того, чтобы простить, Он в Сыне Своем пришел сюда и умер за нас. Он перенес страшную боль, Он перенес не просто боль физическую, Он перенес ужасные духовные муки от того, что мы сделали с Ним. И это все для того, чтобы нас простить, для того, чтобы нас обнять, когда мы придем к Нему. То есть прощение фактически, как мне кажется, состоит из двух составляющих, если можно так сказать. Первая составляющая это со стороны прощающего, со стороны прощающего. Это прощение, которое происходит в сердце. Это готовность простить. Это фактически прощение, которое уже произошло там внутри меня. Я не держу зла против того, кто против меня согрешил. Я не думаю, как я ему буду мстить, я не думаю о том, как лучше с ним разобраться, чтобы вот наконец ему стало понятно, как он неправ. Это в сердце уже произошло. В сердце Отца Небесного это уже произошло. Это произошло еще до того, как Он сотворил этот мир. Это великая тайна Его любви. Иисус Христос есть агнец закланный прежде бытия мира, прежде создания мира. В сердце Отца уже решение о нашем прощении было готово. И решение о смерти Иисуса Христа уже было готово до того, как Он нас создал. На тот случай, если мы, созданные им, потом вдруг согрешим, представьте себе, это прощение в Его сердце созрело не после того, как мы согрешили, а до того, как Он нас сотворил. И если сегодня у нас хорошие отношения в семье с детьми, с родными, с любимыми нашими, слава Богу. Я не хочу бросать какую-то тень на эти отношения, тень возможных проблем, но будьте готовы простить даже сейчас, когда все хорошо, если случится что-то плохое. Не ждите, пока оно случится, а потом мы начинаем думать, ну как же мне тебя простить после того, что ты сделал. В сердце Небесного Отца прощение было готово до того, как первый человек вообще стал существовать, дышать, ходить по земле. И второй этап прощения это когда этот сын, этот согрешивший возвращается и он его принимает. Он не меняет своих мыслей отец. То решение, которое в его сердце было уже готово, оно воплощается в жизнь. Это великая радость. Он может эти чувства выразить по отношению к этому сыну. ни укор, ни обличение, ни длительная лекция о том, как неправ был сын в том, что он сделал. Это объятия, которые готовы для этого сына. И вот это вторая часть, второй этап прощения. Теперь со стороны согрешившего мы видим, когда он так поступил, не сразу к нему пришло осознание неправоты его действий. Все было хорошо сначала, понятно. Так и бывает и в нашей жизни. Но потом обстоятельства его жизни, его бедность и голод, который он испытывал, начали приводить его в чувство. Здесь так и написано, придя в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Каждому из нас, если мы хотим быть прощены, будь то небесным отцом или человеком, против которого мы поступили неправильно, нужно прийти в себя. Сначала нужно просто прийти в себя. Удалить те чувства, которые нами обуревают и заставляют нас думать, что мы правы и других вариантов не принимается. Нужно прийти в себя, нужно остановиться. Это первый шаг в покаянии. покаяние это вторая часть вообще в процессе прощения. Это как бы одна сторона против которой согрешили, а другая сторона которая согрешила. Так вот со стороны согрешившей стороны вот этот процесс покаяния это тоже часть процесса прощения. Она начинается с того, что человек приходит в себя, начинает осознавать что же произошло, как же я поступил. И дальше следующий этап он принимает решение, он говорит встану, пойду к отцу моему и скажу ему отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Второй этап он принимает решение встать и пойти. и это хороший этап, это прекрасные процессы, которые идут в сердце согрешившего. Но скажите мне, если бы он не сделал первого шага и не пошел бы, а так и жил просто с этим осознанием, произошло бы все то, что дальше описано или нет? Думаю, что нет. Встречи с отцом не произошло бы, если бы согрешивший сын после принятия в своем сердце решение, встану, пойду, не встал и не пошел. И здесь дальше, как раз следующий стих, 20-15 главы Евангелия от Луки, Иисус говорит, встал и пошел к Отцу Своему. Он Он все-таки встал и пошел. К сожалению, сегодня, как и боюсь всегда, люди часто довольствуются осознанием того, что да, я грешен и таким неким самобичеванием внутренним, да, я не прав, но не делают и шага по направлению к Богу после этого. Почему-то вот парадокс, но людей порой устраивает вот это внутреннее чувство вины, горечи, но нету шага навстречу к Богу физического движения от того, где ты находишься со свиньями, с той этой едой, которую получить нельзя все-таки туда, где дом Отца. это этап покаяния, но это еще не все покаяние. Встану и пойду, это хорошее решение, но это еще не все в этом процессе. Для того, чтобы было счастливое завершение, нужно встать и пойти. Он встал и пошел. Но и это еще не все. Даже тогда, когда Отец уже обнимает его и падает ему на шею, целует, принимает этого грязного, оборванного сына, он продолжает исполнять свое решение сына. Он говорит Отцу те слова, которые он запланировал сказать. Он говорит их вслух. Он говорит Отец, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих. Вы знаете, Отец не остановил его в этих словах, не сказал, нет-нет, сынок, молчи, не надо, все и так понятно. Оно, да, было отцу понятно, но он не попрепятствовал сыну выразить свое сердце, наполненное покаянием, наполненное просьбой о прощении. И это тоже важный момент. И это все в сумме составляет вот это прощение, которое произошло в этой истории. Итак, этапы со стороны или составляющие того, кто прощает, это готовность простить, которое уже произошло в сердце. Это первое. Второе, это прощение, которое происходит фактически, когда происходит диалог, когда происходит уже вот эта встреча с тем, кто виноват против тебя. Со стороны виноватого, со стороны того, кто обидел, как бы более сложный этот процесс и более длительный, как мы видим, несколько этапов. Прийти в себя, остановиться в своих гневных чувствах. Второе, принять решение, встать, пойти и поговорить. Третье, это встать и пойти. И четвертое, поговорить, сказать то, что ты запланировал сказать. Потому что бывает иногда так, мы придем, а слов-то произнести очень трудно, правда бывает. Эти слова, простые слова, но так трудно их бывает выговорить, сказать прости. Прости, я виноват. Прости, я виноват. Итак, мы садимся рядом, вроде, ну и хорошо. И со стороны того, кто прощает, конечно же, у него сердце наполнено этим прощением, оно готово принять. И в общем-то, да, общение продолжается, но без вот этих слов, без вот этой маленькой изюминки что-то остается не в порядке. Этот сын сказал, отец, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. и после этого, ну не то, что я не хочу сказать, что отец ждал этих слов, нет, но он не попрепятствовал сыну их сказать, но мы видим реакция, вообще действие отца, это волна его любви, это океан Божьей любви, который он нас обнимает, он нас принимает как сыновей и дочерей, несмотря на все то, что мы совершили против него, пусть Господь поможет нам быть такими же, как Он. Почему же Иисус сказал, что Отец Небесный не простит, если мы не простим? Почему Он так сказал? Я думаю, что если мы не можем кого-то простить, то мы просто не понимаем сердца Отца, то мы скорее всего не способны принять прощение от Бога, скорее всего мы в состоянии, когда мы как бы говорим, оно мне не нужно твое прощение, потому что есть кто-то похуже меня, вот тот виноватый против меня, вот посмотри на Него. Зачем мне тогда прощение от Бога? Да, ну я могу, конечно, прийти, сесть, коленочки даже склонить, вроде ритуал совершить, после которого Бог уже вынужден меня простить. Не простит, если я не прощу. А если я не прощу, значит, я не понял сердца отца. Значит, все еще я сравниваю себя с кем-то и нахожу кого-то похуже и спокоен в своем состоянии. Все нормально, всегда есть кто-то похуже меня. Зачем мне прощение? Я же неплохой человек. Нам нужно осознать глубину своего долга перед Богом. и нашу невозможность его оплатить. Нам нужно прийти в себя. Тогда все станет на свои места. Тогда те мелочи, поверьте, это мелочи, даже если речь идет, не знаю, о миллионах долларов, которые нам кто-то должен, хотя думаю, что таких несчастных страдальцев среди нас нету, нам будет несложно это простить. Если мы поймем, что Отец Небесный готов нам простить. Для того, чтобы это понять, мы периодически напоминаем себе, что произошло с Отцом Небесным в результате, с Его Сыном Единородным Иисусом Христом в результате моего греха. Если мне еще кажется, что мои дела не так уж плохи, нужно снова идти на Голгофу и посмотреть, что мои неплохие дела сделали с Его Единородным Сыном. И тогда это мне поможет прийти в себя, поможет быть готовым простить, поможет попросить прощения, если я виноват. И конечно же результатом прощения вот всего этого комплексного процесса прощения, покаяния и прощения, прощения и покаяния, результатом этого является что? Общение этих двух сторон. А то мы иногда так вроде, да я простил уже все, а разговаривать не хочу и встречаться не хочу. Простил, все нормально, потом на небе встретимся, там помиримся. Нет. Христос там же, где он говорит о прощении, говорит, мирись с соперником твоим, пока ты здесь, на пути с ним мирись. Результатом этого процесса прощения, покаяния и прощения является общение, общность. И этот отец обнимает сына, и сын при всем его страшном багаже входит в дом отца. Он участвует в этом пире, который отец приготовил. Он принимает это прощение. Оно ему нужно, он без него жить не может. Оно ему нужно. Мне нужно прощение отца небесного. Я не могу без него жить. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша жизнь была такой же, как его жизнь. Наши сердца были такими же, как его сердце. Я знаю, что мы порой думаем, когда кто-то нас сильно обидел, я знаю, как идут эти мысли, я такой же человек, как вы. И эти мысли такие, что мне так трудно его простить. Но я вам скажу честно, гораздо труднее держать эту обиду и подогревать ее в себе. Гораздо труднее. На это уйдет вся ваша жизнь и все ваше здоровье уйдет на содержание вот этой обиды и состояние непрощения. Поэтому это гораздо труднее. Для того, чтобы это увидеть, нужно прийти в себя. Прийти в себя, сказать, встану, пойду к отцу, встать и пойти, и третье, попросить у него, у отца небесного прощения, сказать, отец, я нуждаюсь в твоем прощении, я грешен. И тогда мы сможем простить тому, кто виноват против нас. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте мы вставше помолимся. Кто желает, пожалуйста. пожалуйста. Спасибо. Аминь. Господи, слава Тебе, что Ты нам не припоминаешь наших грехов и беззаконий. У Тебя есть решение, у Тебя есть исцеление. Независимо от того, насколько сильно мы согрешили против Тебя, у Тебя есть одежда, чтобы одеть каждого из нас. Это одежда праведности Сына Твоего, Иисуса Христа. Ты предложил ее каждому из нас, чистую, белоснежную праведность Сына Твоего, потому что Он одел на Себя нашу грязную одежду греха, Сам стал грехом, проклятием за нас на этом кресте Голговском. Господи, слава Тебе, что Ты совершил наше спасение. Помоги нам, Господи, приходить в себя, чтобы мы не держали обид друг на друга, чтобы мы готовы были прощать в любую минуту любому согрешившему против нас, и чтобы в этом отражалась Твоя любовь в нашей жизни, чтобы Твое сердце, чтобы Дух Твой Святой жил в нас, Дух, который прощает нас, Дух, который обнимает нас и принимает нас в общение с Тобою. Благослови нас, Господь, быть такими, как Ты, потому что Ты Сам призываешь нас к этому. Слава Тебе, наш Бог, за милость Твою, за долготерпение Твое ко всем нам. Хвала Тебе, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы в заключении споем еще один гимн «За любовь, за милость, за спасение». Но у нас есть еще один момент. Детки хотят нас поздравить, папы, вернее. Поэтому мы сделаем как. Мы сейчас споем этот гимн. После этого я попрошу сюда выйти Винцев, семья, да? Кто там у вас? Дети, да? Дети будут, они хотят исполнить еще одну песню и после этого, или как, во время этого, ну, короче, они как-то разберутся, будут поздравлять нас. После этого мы помолимся. Давайте споем. За любовь, за милость. Давайте вставши споем это «За любовь, за милость, за спасение». Спасибо. «За любовь, за милость, за спасение». Благодарность ты прими от нас. Благодарность. 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 Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благовари. За Твои колгофские страдания, за спасение данное Тобое. И за все Твои благодеяния в сердце для Тебя звучит хвалом. Благодарим, Благодарим, за Твою любовь благодари. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. За прекрасный дом в лазурном небе, за святую вечность без конца. Пусть звучит сегодня песнь хваленья, эту песнь поют наши сердца. Благодарим, Благодарим, за Твою любовь благодари. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Присаживайтесь. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодари. Присаживайтесь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok